Этот сорт сравнительно устойчив к белой пятнистости. Немножко есть вот на отдельных листочках белая пятнистость. Если сравнить с другими сортами, это относительно немного. Белая пятнистость, она, конечно, опасное заболевание для иностранных сортов, потому что они не адаптированы, и белая пятнистость может буквально сжечь листья до формирования ягоды. А что значит куст без листьев? Значит, ягода не наливается и горчит. Наши сорта отечественные, даже если и поражаются белой пятнистостью, как славу, течь, соловушка, они всё равно ягоду вытягивают. А у зарубежных сортов буквально гибнет лист. Аниматода – это микроскопический червь, который живёт и питается соками растения, а находится он внутри сосудов, поэтому растение сразу деформируется, стягивается по жилкам, доли листа, жилки светлые становятся. А когда сильное поражение нематодой, куст отстаёт в росте. Вот стеблевая нематода, она рано весной, в апреле, в мае вся подымается в листья, поэтому вот удаление на участке больных листьев... Таких закукоженных, скорёженных в какой-то степени снижает запас этой стеблевой нематоды, удаление больных листьев и их сжигание. Можно посадочный материал в апреле месяце, когда листики ещё только-только начинают отрастать, провести через термотерапию. То есть примерно 15 минут при температуре воды около 45-46 градусов выдержать растение. Да, 100% не приживётся, но те, что приживутся, они будут свободны от нематоды. Один из признаков наличия нематоды – не только деформация вдоль жилки, но и светлые жилки. Вот где черешок листа, и дальше видите, жилки светлеют, резко светлеют по сравнению с самой пластинкой. И начинается немножко деформация. Это уже показатель того, что нематода здесь есть. А ещё показатель наличия нематоды – это хрупкие плодоножки. И плодоножки, и черешки листа. Вот буквально ломаются с хрустом. А вообще, если куст отстаёт в развитии, лучше его, конечно, убрать с плантации. Потому что эффективных методов борьбы нет. Некоторые пробуют поливать больные растения вот теми препаратами, которые дают детям от глистов. Растворяют таблеточку на литр воды и поливают. Ну, это дорого, во-первых. Ну, если дома, конечно, 3-4 уникальных каких-то куста, можно попробовать. А так, когда в большом масштабе, просто больное растение, поражённое нематодой, лучше убрать с участка. Вот. Я всё лето прохожу, и если расти, вижу, кусты отстали в росте. Вот там, на участке 3-го года, мы посмотрим, такие кусты. Я их просто выбиваю тяпочкой и увожу с участка. А вот, посмотрите, сеянец мармелада, там, который выделялся на участке 2-го года, вот он 3-го года. Тоже неплохо, да? По сравнению с ремонтантными, он выглядит тоже неплохо. На нём хорошо поработал долгоносик. Малинно-земляничный долгоносик. В какой-то степени на этом сорте идёт нормировка количества ягод. Потому что даже если 30%, вот хорошо видно, если 30% долгоносик повредил, а тут даже вот на этом цветоносе больше половины, да, повреждено долгоносиком, оставшаяся ягода будет крупнее, чем если бы не было этого долгоносика. Но это только касается вот таких сортов. Долгоносик, очень много его накапливается именно на старой плантации. На молодой плантации почти нету повреждений долгоносиком. Поэтому и с этой точки зрения держать больше трёх лет садовую землянику не следует. Работают личинки майского жука. Происходит повреждение корневой системы. Вот один и тот же сорт, да. С этой стороны личинок видно нет майского жука. Состояние хорошее. А вот рядом уже работают личинки, подгрызают корни. Видите, растение мельчает и увядает. Вот смотрите, по устойчивости к мученистой росе. Вот можно сравнить. Альба, которая уже закрутилась, да. Вот первый признак. Лист всё, лодочка и скручивается. А рядом ранее плотное. Совершенно лист не крутится. А у альбы всё уже скрутилось. Слава богу, таких вот сортов неустойчивых к мучнистой росе сейчас мало. В основном сорта устойчивые. Это я принесла. Вот закукоженные растения. Вот они все. Тут и клещ, и нематодка. Вот они все закукожились. Против клеща выпускаются акарициды различные. Против грибных болезней, пусть не боятся применять. Против белой пятнистости. Осенью пойдет бурая пятнистость. Бурая захватывает весь лист. Белая, видите, белая точка и бордовый ободок у белой пятнистости. А у бурой сразу пол листа коричневых становится. И больше, и весь лист может сгореть. Бурая во второй половине лета. Белая сейчас, в первой половине лета. Устойчивых сортов абсолютно нет. Вот мы смотрели с вами берегиня. Хоть чуть-чуть, да, бывает. И белая, и бурая чуть-чуть бывает. Но относительно меньше поражаются. И у адаптированных сортов быстро нарастает здоровый лист. Значит, против белой и бурой пятнистости. Либо из простых препаратов меди. В основе медь. Там бордовской жидкости испокон веков. Пользовались садоводы-любители. И продают еще на пакетиках написано хом. Хлор о кисмеде. Хлор о кисмеде. Вот. Обрабатывать можно смело. Медь нужна нашему организму. Ничего страшного. Все пятнистости любые. Вот идет этот препарат. Скор. Опрыскивание при появлении первых признаков. И далее с интервалом в две недели. Ну скажите, кто через каждые две недели будет химичить свой сад? Свои ягодники. А мучнистая роса. Мучнистую росу препараты меди не берут. Настоящая мучнистая роса. Вот на землянике крутит листья. Вот на дубах бывает этот белый налет. Вот сейчас пошел белый налет. Я покажу вам. На смородине пошел белый налет. Вот. Это в основном теавит. Теавит, он содержит серу. Но есть простой способ. Вот мне садоводы говорят хорошо. И я один раз пробовала против мучнистой росы. Это литр. Литр сыворотки. Молочной сыворотки на ведро воды. Но тоже надо каждые две недели. Вот на крыжовнике есть мучнистая роса. На смородине есть мучнистая роса. Ну, а так вот в хозяйствах везде используют вот этот препарат с код. От всех насекомых фуфанон идет. От всех насекомых буквально фуфанон. Который разрешен садоводам-любителям. Это именно для садоводов-любителей препараты сейчас наиболее безвредные. От всех болезней препараты меди. Любые. Хотите бояться вот этих вот. Типа скоро, ради бога. Пусть препараты меди берут. Хлорокис меди, бордусская смесь. Друг мой, правде в глаза смотри. Какой же завтрак без сыра Бри. Бри производят на нашем заводе по самой старинной французской методе. И еще Камамбер мирового класса. Я подтверждаю, где же касса? Камамбер и Бри. White cheese from Жуковка. Бери. Ну, опять же, вот я считаю, что не надо зацикливаться на вот этой химии в отношении пятнистостей. Пятнистости урон наносят только, повторяю, иностранным сортам в сырое дождливое лето. Вот они сейчас агрессивно пошли. Вот мы смотрели Роксану с вами, да? Роксана, вовсю пошла пятнистость. Иностранные сорта, они не адаптированы к нашему климату. И поэтому, когда резкие перепады, они агрессивно работают очень. Если хотят, пусть спасают препаратами меди иностранные сорта. Наши сорта, если даже и поражаются белой пятнистостью, то ягоду вытягивают. А потом, после уборки урожая, я всем советую, листья скосить сразу после уборки. Не в августе, когда приезжают из отпусков, не в сентябре, боже упаси. А именно после уборки урожая. Это не позднее середины лета. Это числа 15-20 июля. Вот в середине лета, если всё скосить, всю надземную часть у земляники, убрать грабельками, закомпостировать или сжечь всё это, вы убрали всю инфекцию. И потом отрастает здоровый лист. Если был клещ, и можно добавить при поливе, после скашивания полить, и добавить что-нибудь из разрешённых акарицидов. Ну, я бы так посмотрела, вот здесь фуфанон, он действует и против клещей, и против насекомых. И у вас тогда в августе отрастает здоровый лист. В августе идёт закладка цветочных почек под урожай будущего года. А какую ошибку делают садоводы, когда скашивают в сентябре месяце? Если скашивать листву в сентябре месяце, вы скашиваете фотосинтетический аппарат. Вот, всё, скосили, а в это время почки закладываются, и почки остались без питания. Пока лист отрастёт в сентябре, да, ещё неизвестно, какая погода будет. Вот, поэтому лучше всего скашивать в середине лета. И то, смотрите, на воссадку скашивать не приходится, она будет здорова ещё. А вот это поле, где основной урожай, вот если вы приедете в середине лета, после уборки, уже будет вид совсем другой. Уже и пятнистость пойдёт, и клещик где-то пойдёт. После первого хорошего урожая, когда лист начинает буреть во второй половине лета, да, когда клещик появляется, если сухой жаркий август, тогда скашивать, и убирать все эти больные листья. И тогда можно на третий год оставить. Мы были в Финляндии, вот немножечко расскажу финский опыт, в сорт полка финский, в сорт полка. У меня он был в коллекции, я его забраковала, потому что мало того, что язвы антракноза идут, то есть белой пятнистости идут по листьям, язвы идут по ягоде прям. Ягода вся в язвочках. У этих финнов спрашиваю, а что она у вас такая здоровая, сколько вы там химобработок делаете? Мы ничего не обрабатываем, мы выращиваем экологически чистую ягоду. Да, мы держим два года ее, но у нас никакой болезни нету. Как у них никаких болячек нету? А потом анализирую, у них вот влияние гольфстрима, климат у них ровный, у них нет таких перепадов. Вот у нас сейчас под 30, а сейчас пойдет сенокоз, опустится ночью до 5-6 градусов. 30 и 5-6 ночью. И, конечно, тут же от вот этих стрессов растение ослабевает иммунитет, и начинается развитие этих пятнистостей. А последние годы у нас очень неровно идут температуры. Вот в прошлом году сильная была белая пятнистость, в этом году ливни, грозы, и опять полыхнула эта белая пятнистость. Поэтому все зависит от сорта, от климата, от его адаптации. Как правило, все они поражаются белой пятнистостью, но одни выживают, другие не выживают. Бурой пятнистостью одни выживают, другие не выживают. Был у меня в коллекции голландский сорт корона. Вот подходишь, кусты нагружены урожаем, все. И за две недели лист весь покрывается пятнами, пятна сливаются, лист сгорает. Ягода висит и чернеет. Все, горькое, несъедобное. Казалось, такой урожай ждешь, а вот ничего нет. Поэтому очень аккуратно надо быть вот именно с зарубежными сортами. Хотя они превосходят наши сорта по товарности. Кто выращивает ягоду на рынок, на базар там продает и так далее, тем, конечно, нужна ягода товарная. Товарность и зарубежных сортов выше. Но и адаптация их хуже.